Я думаю, как раз это во многом давлеет над умами многих российских военных планировщиков, которые помнят, как начинался Афганистан, помнят, как начиналась Чечня. Но самое главное, что у России сейчас несколько другая мировая ситуация. Не зацикливайтесь только на Армении. У России очень много внешних ходов было уже совершено, которые, эти партии надо играть, прежде всего, в Сирии. И сейчас у России, а это типично как раз для стиля руководства Владимира Владимировича Путина, сделать то, чего никто не ожидает. Рисковать вооруженным путем насадить непопулярный в населении режим и ждать, что из этого выйдет, и получить, скажем, даже в случае нефункционирующую какую-нибудь Армению, которая заклинила во внутреннем конфликте, к чему это? Что это вообще дает, кроме того, что придется теперь содержать еще этот режим? Что это добавляет глобальному балансу? Второе мое возражение очень простое. Я не могу отвечать за то, что думают в Москве или что думают в Ереване. Я не политолог. Я историк и социолог. Я могу говорить, что бывает в такого рода ситуациях. И вот задачей, во многом оборонительной задачей нынешних властей Армении является показать, что они всерьез и надолго. Что вполне контролируются ситуации, лучше договариваться. Возвращаясь к возможности войны против нас, как реакции на любую революцию. Давайте рассмотрим более конкретный сценарий. Вот я на вашу выкладку хочу предложить один из вариантов. Россия дает отмашку Азербайджану на войну. Как многие полагают, это было в 2016 году. Что-то происходит на границе. Даже если это происходит более или менее удачно с нашей точки зрения, то война, это в любом случае, это трупы, это напряг, это нехорошо для страны, которая собирается двигаться вперёд. На фоне вот этой нестабильности Россия консолидирует вокруг своего основного человека Роберта Кочаряна остатки предыдущего режима. И за счет ресурсов 102-й базы и партии дашнарцирующего режима пытается привести обратно к властью Роберта Кочаряна. Как вам такой сценарий контрреволюции в рамках той логики, которую предлагают нам постреволюционные законы. Продолжение следует...